Мы должны подумать о будущем и снять санкции с Белоруссии. Даниэл Игрец. Видавдан, Сербия. 25 апреля 2018 года. Между тем, как нашу страну воспринимают ее западные друзья и партнеры с одной стороны, и тем, как Сербия воспринимают ее традиционные союзники с Востока, есть одно большое различие. Если для отношений с первыми характерна политика двойных стандартов, политика неравноправия и условий, починенность и антагонизм интересов, то отношения с восточными союзниками являются полной противоположностью и подают пример здорового и стабильного межгосударственного сотрудничества, основанного на принципах суверенного равенства, соблюдения международного права, сходства внешнеполитических приоритетов и синергии интересов. Во время официальных визитов на Запад к нашим политикам относятся как к наместникам в западных, третьеразрядных, колониях, как к послушным представителям, с которыми хозяин не утруждает себя дипломатическими церемониями и соблюдением дипломатического кодекса. На Востоке же наших государственных руководителей принимают как суверенных и законных представителей независимых государств. После визитов к нашим западным друзьям партнерам сербские политики всегда возвращаются с чемоданами, набитыми ультиматумами и шантажистскими требованиями, а с восточными союзниками такого не бывает. Вместо давления и пустых обещаний они предлагают нам пакеты конкретных экономических и инфраструктурных проектов, чрезвычайно выгодных для нашей страны, ее народного хозяйства и наших граждан. Все это еще раз подтвердилось недавно. Запад по-прежнему давит на Сербию. Брюссель, Вашингтон, Лондон и Берлин, как обычно, сокращают наши реальные шансы на вступление в ЕС и ежедневно требуют от нас навсегда отказаться от Косово и Метохии, дистанцироваться от Республики Сербской и прервать все связи с Москвой и Пекином. И в это самое время наша страна получает в очередной раз конкретную военную помощь, вновь подтверждающую искреннее союзничество и традиционную нерушимую дружбу. Тем не менее продолжают действовать постыдные санкции, которые против Белоруссии ввел Европейский Союз, и к которым присоединилась наша страна, поскольку, ратифицировав соглашение о стабилизации ассоциации с ЕС, Сербия обязалась соглашаться с решениями, которые Брюссель принимает в одностороннем порядке в сфере свободной торговли. Эти решения касаются экономических санкций, нацеленных против дружественной для Сербии страны, то есть, стремясь снискать благосклонность тех, кто нас бомбил, кто отнимал у нас территории, кто шантажирует нас, ставит нам условия и оказывает давление, для кого мы не более чем колония, мы поворачиваемся спиной к тем, кто относится к нам, как к настоящему равноправному партнеру, как к стратегическому союзнику, братскому народу и давнему другу. Неужели, следуя тому же принципу, Сербия теперь, когда завершаются переговоры с ЕС о 29 главе о таможенном союзе и 30 главе о внешнеэкономических отношениях, введет санкции против России и заявит, что была вынуждена сделать это из-за желания вступить в ЕС, в союз прошлого, от которого через несколько лет не останется камня на камне. Стоит напомнить, смысл обоих глав заключается в согласовании внешнеэкономической политики Сербии с законодательством и принципами ЕС. Помимо единых таможенных пошлин в отношении третьих стран, предполагается полное подчинение сербских экономических интересов интересам бюрократической элиты Брюсселя, прийти к этому можно, отказавшись от договора о свободной торговле с Россией и Белоруссией и расширив санкции против этих двух стран, чего тем самым добьется Сербия. Ничего, кроме того, что откажется от экономического суверенитета, уничтожит самостоятельную внешнеторговую политику и лишится тех преимуществ, которые ей давал экспорт на большой и перспективный российский, шире, евразийский рынок. История учит нас, что в самые трудные времена Белоруссия всегда была искренним союзником для Сербии и ее народа, всегда протягивала руку помощи, несмотря на силу давления, которому подвергали ее западные гиены. Минск встал на сторону Белграда во время агрессии НАТО и поступил так же, когда незаконно отторгался Южный Сербский регион. Минск поддержал Белград в 2014 году во время разрушительного новобменя. Белоруссия не признала так называемого Косово, открыла свой сельскохозяйственный сектор для сербских инвестиций, активизировала военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в ключевых отраслях, таких как строительство и автомобильная промышленность. Тем самым Белоруссия ясно демонстрирует, что и впредь готова поддержать нас и наш народ. У Сербии огромные возможности для сотрудничества, политического, экономического, в сфере безопасности, культурного и туристического, с ЕАЭС и СНГ как на билатеральном, так и на многонациональном уровне. Существует огромный нераскрытый потенциал сотрудничества, в основном из-за существующих, для Сербии неестественных и ненужных, санкций в отношении Белоруссии. Наш товарооборот должен достичь, и превысить, объем в 500 миллионов долларов, а Сербия должна воспользоваться Белоруссией как своим стратегическим партнером и как воротами для экономического прорыва на большой евразийский рынок. Поэтому нам необходимо пересмотреть свой подход к внешней политике, которая должна быть более активной. Особенное внимание следует уделить экономической дипломатии. Пришло время поставить собственные государственные и национальные интересы на пьедестал приоритетов внешней политики. А сербские интересы заключаются в тесном экономическом и военно-техническом сотрудничестве с Белоруссией, членом Евразийского экономического союза и ОДКБ, настоящих предвестников многополярного мира и союза будущего.